Я потратил почти 100 миллионов долларов. И мне надоело терпеть такое отношение. Этот человек один из самых богатых людей в Голландии. Он бизнесмен, создавший, затем продавший больше дюжины самых разных фирм и предприятий, от отелей до фотошопов, салонов моментального фото и проката автомобилей. В его успехе немаловажную роль играет везение. Он не раз ставил на карту всё и никогда не боялся потерять своё состояние. Конечно, нужно быть одержимым, нужно быть слегка сумасшедшим. Конечно, создавая что-то, не нужно думать о себе, иначе на многое никогда не решишься. Ничего не произойдёт. Рискни. Прыгни с утёса. Дантист, бизнесмен и филантроп. Это всё Якоб Гелл Деккер. Карибы. В 60 километрах от побережья Венесуэлы находится остров Киросау. Его столица, Виленстад, был построен голландцами на деньги от работорговли. Десять лет назад исторический центр города находился в упадке, пока этот человек не решился его спасти. Когда я сюда приехал, он был похож, как я иногда говорю, на Берлин в конце войны. В 1945 году. Одни стены. И огромное количество мусора и крыс. Но мысленно я уже видел всё здесь восстановленным. Он взял 65 миллионов долларов, купил более 65 практически брошенных домов, стоящих в этом историческом месте, и превратил его в эксклюзивный бутик-отель. Восстановив строение, он заполнил их антиквариатом ценой в 8,5 миллионов долларов, а также открыл музей для демонстрации своего собрания древних артефактов. Деккер – один из богатейших людей в Голландии. Но своей машины у него нет. Только его любимый велосипед. Он живёт в Амстердаме, на берегу канала, и уже 34 года возвращается на велосипеде в один и тот же роскошный дом. Он владеет недвижимостью по всему миру, но этот дом был его первым жилищем. Этому дому 300 лет он оценивается в 6 миллионов долларов. Но то, на что Деккер действительно потратил много денег, находится внутри. Самое ценное из того, что у него есть, – это керамическое изделие, возраст которого 2200 лет. Это одна из самых дорогих для меня вещей. Это масляная лампа, найденная в Иерусалиме неподалёку от Стены Плача. Поэтому она имеет для меня особую ценность. Гелт Деккер родился в 1948 году в Нидерландах, в стране, разорённой Второй мировой войной. Не было ничего. После войны здесь не было ничего, это было ужасно. Вся Европа была зоной бедствия. От бомбёжек она лежала в руинах. Не было еды. Не было промышленности. Нельзя было пойти в магазин, потому что магазинов тоже не было. Отец якобы был евреем. Его первая семья, жена и дети, погибли в Холокост. Якоб был единственным ребёнком от неудачного второго брака. С детством, прошедшим в Голландии, у него связаны горькие воспоминания, потому что тогда ему часто приходилось сталкиваться с антисемитизмом. Не надо думать, что после войны кто-то повернул ручку, исчез расизм или прекратилась дискриминация. И я, безусловно, много раз испытывал на себе, каково это, когда нельзя даже произнести слово «еврей», потому что это будет означать, что ты заразный. Он всё преодолел и стал успешным дантистом и университетским преподавателем. К 28-м годам у якобы уже состоялась карьера и был дом, в котором располагалась растущая коллекция антикварных вещей и артефактов. Но тут у него обнаружили рак щитовидной железы. Когда я узнал, что болен, у меня была такая же реакция, как и у большинства людей, а большинство в шоке даже от самого слова «рак». Больше пяти лет якобы боролся с раком и стал по-другому воспринимать жизнь. Интересно было наблюдать за изменениями в себе. Когда проходишь через рак, это ведь большой риск, серьёзная болезнь, и вольно переносишь этот опыт на остальную жизнь. Ты больше рискуешь, потому что какое-то всё уже имеет значение. Смотрите далее. Как Гелл Деккер, которому нечего было терять, рискнул всем и напал на золотую жилу. Когда Гелл Деккеру было 32 года, его жизнь круто изменилась. Он бросил стоматологию ради девелоперского бизнеса, то есть развития недвижимости, и начал скупать дома, конфискованные за долги. Но момент был неудачный. В Голландии начался экономический кризис, и Якоб оказался под угрозой потери всего. Арендаторов не было, никто не снимал помещение. Поэтому мне пришлось придумывать бизнес, чтобы занять пустующее здание. Якоб занял ещё денег. Ни один риск не казался ему слишком велик, и чтобы занять пустующее помещение, он начал открывать фитнес-клубы. К тому же он создал целую сеть салонов моментального фото, которых по всей Европе вскоре было уже 120. Я создавал сети различных заведений, чтобы заполнить свои собственные здания. Так всё начиналось. Общим знаменателем стала недвижимость. Он купил обанкротившуюся фирму по найму автомобилю, у которой было 200 машин, быстро увеличил их количество до 25 тысяч и добился устойчивой прибыли. Его единственной слабостью было искусство и коллекционирование антиквариата. Остальные деньги он вновь инвестировал. Нужно реинвестировать заработанные деньги, тогда капитал будет расти. И сделай сокровища из кучи мусора. Чтобы из ничего сделать что-то, нужно уметь творчески мыслить. К 40 годам Гелл Деккер был уже мультимиллионером. Он всё время искушал судьбу и рисковал всем, но удача была на его стороне. Вплоть до начала нового тысячелетия. Всё ещё раз изменилось, когда в 2001 году у меня снова обнаружили рак. Это существенно повлияло на мою жизнь. Я перенёс множество операций. В общем, опять настал момент задуматься и пересмотреть всё, чем я занимался. Я пришёл, что пора двигаться дальше. И за 270 миллионов долларов продал чай своих компаний. Это было нелегко, потому что человек часто становится тем, что он делает. Так что это было то же самое, что продать частичку себя. Частичку своей собственной личности. Но в нашей жизни хорошо то, что всегда можно создать себе новую личность. Например, социально ориентированный бизнесмен. Его новая личность означала следующее. Он отдал на благотворительность почти 100 миллионов долларов. И ещё больше собрал. Он участвовал во многих благотворительных проектах, но его любимым остаётся фонд «Право ребёнка», который собирает средства и привлекает внимание к эксплуатации детей по всему миру. Сам многое пережив детство, он хочет улучшить жизнь других. Он финансирует 16 благотворительных проектов в 19 странах мира. Во многих странах ребёнок является вещью. Не человеком, а вещью. Причём бросовой вещью. И ещё я вспоминаю себя. Я вспоминаю, каково было мне. И понимаю всю отвратительность самой идеи превосходства одной расы над другой. После восстановления открытия Виллемстаде комплекса Кура-Хуланда якобы строят домики для пляжного отдыха на продажу или для сдачи в аренду. Его последние планы связаны с развитием эксклюзивного прибрежного отдыха. Эти роскошные деревянные домики стоят в среднем по 5 миллионов долларов каждый. Он надеется выручить от продажи 22 таких домов 110 миллионов долларов. Много пространства. Якоб играет важную роль в экономике Кюрасао, но далеко не все здесь его любят. Он открыто говорит о процветающей на острове наркоторговле. Через Кюрасао наркобароны перевозят наркотики в Европу. Якоб бесстрашно обвиняет местных политиков в бездействии. Я называю их наркополитиками. Наши клиенты диктуют нам, что делать. Но мы не марионетки. Он разделил остров. Некоторые высказываются против него. Девять месяцев назад группа политиков выступила с предложением объявить мне и моей собственности бойкот. Они заявили, что я должен быть объявлен персоной нон-грата. И даже внесли в парламент соответствующий законопроект. Это самая явная антисемитская пропаганда, свидетелем которой я когда-либо был. Я потратил здесь почти 100 миллионов долларов. И мне надоело терпеть такое поведение. Благодарю вас. Это напоминает якобы антисемитизм, царивший во времена его юности. Благодарю вас. Я живу на Карибах уже 25 лет и никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. Хорошо. И я не боялся проиграть. Выигрыш или проигрыш – две стороны одного и того же процесса. Если вступаешь в игру, нужно быть готовым ко всему. Якоб Галдеккер всегда принимал все, что уготовило ему жизнь, и обращал трудности в новые возможности. Попутно он очень разбогател. Болезнь вызвала у него неистовую жажду жизни. И теперь, когда у него рак в состоянии ремиссии, он больше, чем когда-либо, понимает, что деньги – это еще не все. Все шло, как шло. И по чистой случайности, в конце концов, вдруг оказывалось, что это золотая жила. Я встречаю многих очень богатых людей, которые постоянно покупают себе яхты. Сначала просто большую, потом еще большую, потом еще большую и так далее. Жажду потребления невозможно удовлетворить и не имеет значения, что вы купите. Истинное удовлетворение должно исходить изнутри.